Подвиг писателя. Так я назвала отзыв о книге Антона Павловича Чехова «Остров Сахалин». Ах, зачем нет Чехова на свете, этого замечательного, сострадающего людям человека? Родившийся в теплых краях на берегу Азовского моря, он, уже больной туберкулезом, летом 1890 года едет на далекий неизвестный остров Сахалин, остров Каторги и Сылки. Путь тяжелый. Поездом, на лошадях, иногда пешком, пароходом. Он прибывает на остров Сахалин, и чтобы ближе познакомиться с каторжниками, поселенцами, решает провести перепись населения. Я считаю, что он совершил титанический труд. Переписать тысячи человек, заполнить карточки, состоящие из 12 пунктов. Этот труд непосильный, а он это делает один. Он посещает поселения, каторжные тюрьмы, рудники, лазареты, школы. Чехова поражает страшный быт каторжан, которые спят, не раздеваясь на голых нарах, иногда на земляном полу. А при этом на острове ожидают холеву, и объявлен карантин многим судам. Антона Павловича Чехова поразило то, что на острове совсем нет молодых людей. Его поражает страшный труд каторжан, самым тяжелым из которых являлся плотницкий труд. Антон Павлович Чехов с большим состраданием относится к сахалинским женщинам и детям, которые умирают в младенчестве от болезней желудочно-кишечного канала. Побывал он также и в школах сахалинских, которых на острове пять, и в которых обучалось 222 человека. Посетив остров, совершив, как я считаю, подвиг и титанический труд, он пишет, что когда природа создавала сахалин, то при этом она меньше всего имела в виду человека и его пользу.